Всем привет дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. С вами Виторган177. Сегодня я хотел бы вам показать, как нужно установить пиратку. Показывать я это буду на версии 18.03.16. Это, так скажем, актуальная версия на сегодняшний день, на момент записывания данного ролика. Скачать вы эту пиратку сможете с нашего сайта. Ссылочка, безусловно, на сайт будет под видео. Нажимаете кнопку, ну, переходите по ссылке, далее нажимаете кнопку скачать. Также присутствует описание по установке данной пиратки. Но если вдруг кому-то что-то непонятно, все пошагово сейчас я вам расскажу. Нажимаете кнопочку скачать, переходите на файлообменник, здесь нажимаете кнопку скачать файл. Все скачивание у вас, ребята, должно начаться. После чего, после чего у вас будет, значит, вот такой вот архивчик. Сейчас, секунду. Вот такой вот архивчик вы скачаете. Вот, вот этот архив. После разархивации данного архива вы получаете два вот таких файла. Значит, Spintires Modrunner, версия 06.03.18, exe-файл, да, и Spintires Modrunner, версия 06.03.18, 1bin. Вот, после разархивации вы просто-напросто запускаете ярлычок, да, и начинается установка. Но перед этим я вам рекомендовал бы создать отдельную еще папку, которую я назвал эту папку Game. Вот, собственно говоря, в эту папку я и буду устанавливать игру. Перед этим, еще также перед установкой, рекомендую вам запустить клиент Steam, установить, если он у вас не установлен, и, собственно говоря, залогиниться, если вы не вошли в свой аккаунт. Далее уже можете запускать запускной ярлык. Здесь вы нажимаете кнопочку «Да», тест проходит на версии Windows 10, если что. Вот. И здесь выскакивает, вас приветствует мастер установки Spintires Modrunner, версия 06.03.18, да, и, соответственно, здесь мы нажимаем «Далее». Здесь мы с вами указываем путь. Как я ранее сказал, я создал папку Game. Папка Game, это у меня расположена вот в папке Spintires Modrunner, но это все мои папки, ребята. Вы создаете любую папку, где вам удобно, без разницы, куда вы будете устанавливать игру. Вот, и вот, собственно говоря, вот моя папочка Game. Далее вы нажимаете, далее вы нажимаете «Далее». Здесь вы ничего не меняете, нажимаете «Далее», не создавая, думаю, это тоже, ребят, непринципиально. Нажимаете опять «Далее». Создать ярлычок на рабочем столе вы можете создавать, можете не создавать, как вам удобно запускать. Если вы запускаете игру с ярлыка, соответственно, с рабочего стола, то, естественно, создаете ярлык. Если вы запускаете игру с корневой папки игры, то, соответственно, убираете здесь галочку. Ну, я оставлю, ладно бог с ней. Вот, и, соответственно, здесь еще последний выскакивает, все готово к установке. И нажимаете кнопочку «Установить». Установка проходит достаточно очень быстро. Вот, можете сами это наблюдать. Буквально шкала за считанные секунды заполняется. И, ребят, игра установлена. После чего появляется запускной ярлычок этой самой игры. Я галочку не ставлю, нажимаю «Завершить». Идем с вами в корень игры. Так скажем, то, куда мы эту самую игру с вами установили. Помните, да, мы установили в папку «Game». Заходим в папку «Game». Здесь игра нам создала папку «Spintires Modrunner» версия 0.6.03.18. И, таким образом, мы попадаем с вами в корневую папку с игрой. Здесь присутствует файл «Uinstale». Если вдруг вам игра надоела, нажимаете его. И, собственно говоря, удавляете, если вам это требуется. Вот, присутствует также очистка папки «Media» и «Cash». Да, это в описании написано, что очистка кэша от «Khan». Вот, очистка кэша без сброса настроек. И полная очистка кэша. Полный сброс настроек всевозможных. То есть, выбираете, который для вас более-менее актуален. Вот. Очистка, очистить папку «Media» и «Cash». Да, можно вот это пользоваться. Если вам не нужны ваши моды, которые вы уже устанавливали сюда, и так далее, и тому подобное. Далее, очистка кэша без сброса настроек. Вот этот вот, вот этот вот, я чаще всего рекомендовал бы всем. То есть, нажали, очистился кэш, то есть, именно только кэш игры очищается. Все моды, все настройки ваши, они сохраняются. Вот. Также сразу присутствует здесь папка «Media», то есть, то, куда вы будете закидывать ваши моды, карты и так далее, и тому подобное. После чего вы запускаете просто-напросто игру. Запускаете игру. И здесь вы проходите, само собой, обучение, да? Все настройки сброшены на ноль у меня, грубо говоря. Кэш у меня перед установкой данной пиратки был идеально вычищен. То есть, здесь вы проходите обучение. Вот. Все это проклацываете и, собственно говоря, проходите его. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итак, обучение мы с вами прошли. Вернуться в меню. Далее вы нажимаете «Одиночную». Здесь вы выбираете испытания, если вы хотите их пройти. Далее, если вы не хотите проходить испытания, здесь вы переходите к выбору карт. Присутствует также сразу DLC Долина в этой версии пиратки. Выбираете карту, выбираете автомобили, которые доступны. Вот. Открывание автомобиля происходит по мере прохождения всех карт. Ну, в принципе, ребят, тут все, пиратка полностью рабочая. Даже не знаю, наверное, стоит протестировать мультиплеер, поэтому давайте посмотрим, как это все будет происходить в мультиплеере. Итак, создаем сетевую комнату. То есть, заходим в сетевую игру. Дальше создаем сетевую комнату. Вот, создать комнату для друзей. Естественно, доступны игры и комнаты у вас не будут. То есть, здесь никакого перечения не будет, так как вы используете пиратскую версию игры. Вот. А так вот далее вы создаете комнату для друзей. И, соответственно, зовете друга, ну, через Steam, да, то есть, вот, позвать друга. Давайте поменяем карту для начала. Значит, долина. Вот. Здесь вы можете выбрать модификации, которые вам нужны, будь то карты, либо моды какие-то, да, которые вы закинете в игру. Вот. И далее вы, значит, зовете друга. Вот. Друг у нас Фаиль. Вот, пригласить. Фаиль получает приглашение. Заходит. Привет, Фаиль. Здорово, здорово. Так, и начинаем с вами аркадную игру. Ну, симулятор аркада это не принципиально. Просто-напросто демонстрируем, что мультиплеер работает без каких-либо проблем. То есть, еще раз объясняю, что для того, чтобы вам играть в режиме мультиплеера с другом, вам обязательно нужен установленный клиент Steam. И обязательно вы должны зайти в аккаунт этого самого Steam. Вот. Иначе просто-напросто у вас и игра не будет работать. Вот. И друзей вы не сможете из Steam пригласить. Вот. И друзей обязательно нужно завести в Steam для того, чтобы их приглашать вот таким вот образом. Если у вас не будет друзей, естественно, вы никуда ничего не сможете сделать. Вот, вы можете наблюдать. Вот, Фаиль уже катается на МЗКТ. Вот. Все. В мультиплеере работает без каких-либо проблем. Вот. Так что, ребят, вот так вот как-то. Все, Фаиль, спасибо тебе огромное за помощь. Угу. Давай. Вот. Я выхожу из игры. Так, разрешить. Здесь если что-то будет, мало ли там, кто-то чего-то будет ругаться. Вот. И, значит, еще что хотел я добавить. Что хотел я добавить. То, что первоисточником, значит, этой пиратки у нас является сайт Estemos. Вот. Если что, у меня на сайте все это, ребят, указано. Первоисточник. Сайт Estemos. То есть, я его, в принципе, вот отсюда скачал. Вот. Желающие могут скачать отсюда, могут скачать и оттуда. Да и на этом, наверное, я закончу. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментарии на нашем сайте. И мы вам с радостью ответим. Ну, как вы можете сами наблюдать, все прекрасно работает. Как в одиночном режиме, так и в мультиплеере. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока.